Добрый, драгоценный, на духовном завтраке сегодня приветствую вас я. Сейчас уже ночь, Дух Святой меня разводил, я уже спал, что я забыл записать завтрак, и поэтому ночью сейчас записываю это первое отправение для вас, слушать Духа Святого даже во сне. Хотел бы поговорить о любви. А что же такое любовь? Вы знаете, когда мы говорим слово любовь, наверное, каждый из нас вкладывает туда какие-то свои понятия. И эти понятия складываются из результатов прошлого, нашего опыта. Опыта в семье, в детстве, в юношестве, в отрочестве и вообще в опыте. Если у одного спросишь, скажешь, что такое любовь, он скажет, что это бабочка в животе, это вдохновение, это хорошее настроение, а спросишь у другого, он скажет, любовь это, когда ты встаешь в три часа ночи, чтобы поменять памперсы больному отцу. Итак, любовь может быть разной. Ты знаешь, мы с вами, друзья мои, к сожалению большому или, может быть, к счастью, несовершенные люди. Апостол Павел говорит, что в нем есть две сущности, две составляющиеся. Одна тянется делать грех, другая тянется к Богу. И очень часто мы, очень часто люди в церкви, они не могут принять Божью любовь. Не могут поверить в то, что Бог может их любить, такие, какие они есть. Интересно, что глава пятая, послание к Римлянам написано в восьмом стихе. Но Бог, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Представляете, Бог нас полюбил даже не тогда, когда мы были уже такие праведные, святые. Он полюбил нас тогда, когда мы были грешниками. Почему сегодня мы ставим под сомнение то, что Бог может нас любить? Друзья, Бог нас любит целиком. И любовь к Божью мы не можем заслужить, пытаясь исполнить там какие-то вещи, потом стараясь что-то делать для Бога, для того, чтобы заслужить Его любовь. Любовь не заслуживает. Любовь показывает. И Бог любит нас не за что-то. А Он любит нас, несмотря ни на что. Так что, друзья, наверное, и к нам тоже можно применить вот эту вещь, за выражение, да, что мы легко любить человека-праведника, у которого все хорошо, у него финансово, у него положение, у него хорошая машина, его легко любить. А полюби, он бомжа какого-нибудь, наркомана там, попробуй полюби. Тут сложнее. А Христос говорит, а что толку, если вы любите любящих вас? А вот ты попробуй полюби ненавидящих тебя. Вот здесь будет тебе почет. Так что вот такая вот она любовь, друзья мои. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами заглянули внутрь своего сердца и сами себе ответили на вопрос. Принимаем ли мы сегодня Божью любовь? Ведь на самом деле от познания Божьей любви зависит вся наша христианская жизнь. Насколько мы ее принимаем, насколько мы ее понимаем и насколько мы ее ощущаем. Ровно настолько мы сможем делиться ей с другими людьми, с братьями и сестрами, со своими детьми и со своими супругами. Поэтому, друзья, я хочу тебе сказать, Бог любит тебя ни за что-то. Он любит тебя несмотря ни на что. Благословите ты, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...